...правиться с лучшей атакой. Это Александрина Кабрал-Барбоса. Нам её показывают крупным планом. Ну и Патрисия Матиели. Вот нам показывают и лидеров сборных. Арбитры из Сербии. Марко Шекулич и Владимир Ювандич. С вами этот матч будет смотреть Юрий Демчук. Поехали. Красно-синие цвета у Испании. Даже красно-чёрные. Ну и сборная Бразилии в традиционных зелёных цветах обороняется. Итак, параллельно с нами также идёт игра Дания-Германия. И я думаю, что... Конечно, об этом никто не говорит. Но всё равно команды будут, естественно, узнавать, как параллельно играют соперники, чтобы понимать, на кого лучше выйти в четвертьфинале. Сейчас Дания на первом месте, Германия на втором. Испания на первом, Бразилия на втором. И, соответственно, если всё так и остаётся, допустим, Дания выигрывает у Германии, то Испания выходит на Германию, Бразилия на Данию. Испанию, не знаю, устроит ли такой вариант. Скорее, да. Всё-таки Дания традиционно считается всегда фаворитом. Германия. Команда очень крепкая, конечно, и показала она то, что на этом чемпионате умеет Германия играть, несмотря на некоторые кадровые потери. Но, тем не менее, кто из соперников кого предпочтёт, непонятно. Ну, краем глаза будем, конечно, заглядывать и в параллельный матч. Итак, Испания в первой своей атаке забила. Смотрим, что Бразилия покажет. Бразилия показывает потерю. И здесь Александрина Барбоса берёт паузу. В позиционной атаке расставляются испанки. И Бразилия не успела толком расставиться в обороне, поэтому сначала встали в 5-1. Но теперь всё, все вернулись на свои места. 6-0. Традиционная защита. И Испания в атаке. Сильвия Ордериус в розыгрыше. Вот она с мячом была. А это... Да, остаётся мяч у сборной Испании. Лаура Аркас. Она бросала, не попала. Паула, Паула Аркас, прошу прощения. Итак, Аркас, Ордериус и Кабрал Барбоса – это задняя линия. И 7 метров зарабатывают испанки. Вот главный тренер сборной Бразилии. Элизабет Сесарио зарабатывает 7 метров. И Александрина Барбоса идёт его исполнять. И Барбара Аренхардт уверенно отражает этот бросок. Не становится счёт 2-0. Дели в розыгрыше. Жуарейра на правом полусреднем. Кто там слева? Пока нам показывают повтор момента, когда Барбоса не забила. Бруно де Паулуэта вертушку крутит. Пас неточный. Перехват. Испанки могут на спинах протаковать. И есть возможность. Там здорово набегала 18-й номер. Барбар Мартинес. Майтоне Мартинес или Эхивария. У испанок, мы знаем, длинные фамилии и имена. Допозиционная атака продолжается у испанок. Барбоса. Ну и дальше бросок в перекладину. А вот и бразильянки здорово здесь убегают. И если бы этот матч был решающий, например, решал сейчас выход в какую-то стадию, то я думаю, что не стало бы бросать Патрисия Аматиели вот так вертушкой спиной к воротам. Очень красивый эпизод, конечно, если бы забила, гол получился на загляденье. Но если бы нужно было действительно забить, она бы все-таки лицом к воротам атаковала. Ну что, 7-метровые бразильянки забивают и сравнивают счет. Там меняют вратаря испанки. Вышла Мерседес Кастельянос вместо Сильвии Навара. По-моему, она начинала этот матч. Ордериус, Барбоса. Сиварио на правом краю Барбоса мощно с 9 метров по центру отталкивается и в точную девятку мяч отправляет. Конечно, большинство поддерживают Испанию, естественно. А здесь везет Испанкам. Мяч попадает в штангу и затем в ногу Сильвию Наварру. Но потом рикошетит в площадку, а не в ворота. Так, на левом краю Дженнифер Мариа Гутьеррес. В этом Барбоса. Ардериус. Очень активно начала этот матч. Испинола вышла. Сейчас она в центре. Оставляет мяч Барбосе. Дальше вскидка в линию. Но сложно там бороться Сесарио. Сесарио. Барбоса. Все-таки удалось ей сделать эту передачу. Но там даже такой пас просто вложила в руку. Сесарио повезло, что была близко линейная. И Барбоса просто мяч в руку вложила. А здесь не успевает Навара. Но и бразильянки тоже. Быстрый центр. Не успели. Точнее, успели разыграть, но не попали в ворота. Попали в штангу. Да, откровенно здесь Испанкам повезло. Ну и начался, как я уже сказал, будем одним глазком смотреть на тот матч. Дания-Германия. Там на восьмой минуте Дания уверенно выигрывает со счетом 3-0. Ордериос не попадает. Барбоса на подборе. Но тоже Аренхард здесь подчищает все. Очень здорово играет бразильский голкипер. Аренхард у нее средний показатель 36%. Отличный результат. Она находится в топ-20 и делит 16-е, 18-е место еще с тремя голкиперами. Да, открывала ближний угол, но руку не забыла она оставить. Барбару Аренхард и не дает Испанкам увеличить разницу в счете. Вот эффективность голкиперов. Результаты, вы видите. Но, видите, если по воротам Испанок бросали всего два раза, один попали. Там поэтому у Навара 50% сейчас будет больше. То все-таки по воротам сборной Бразилии гораздо больше бросков было. 7 метров. Защита в площади ворот. Продавила оборону Элизабет Сесарио. Кто пойдет исполнять? Кабрал Барбоса ошиблась. Идет Кармен Мартин. А, нет, это не Кармен Мартин. Но я уже привык, что Кармен Мартин почти всегда бросает. Бросала Дженнифер Гутьеррес. Хороший перевод в девятку. А это сейф Сильвии Навара. Тайм-аут берет сборная Бразилии. На исходе девятой минуты проигрывает команда 1-4. Не устраивает это сборную Бразилии. Хотя нам показывают сборную Испании. Продолжение следует... Очень быстро, эмоционально. Кристиано Силва все рассказал. Да, тяжело даются голы сборной Бразилии. А, напомню, что сборная Бразилии больше мячей забила на этом чемпионате за то количество игр. Что и Испания. Не на много, всего лишь на 6. Но, тем не менее. Но разница мячей все равно лучше у Испанок. Поэтому Испанкам можно даже сыграть в ничью. Они все равно будут первыми. Другое дело, нужно ли это Испанкам. Но первый тайм, я думаю, будут играть все в свою силу. А дальше в перерыве будут узнавать, как дела складываются в параллельном матче. Если действительно команды хотят выбрать себе соперника. А если нет, то будут играть как играется. Защита в площади Варад, ну, конечно. Давно уже продавила игрока сборной Бразилии Испанка в зону. Бруно де Пауло не смогла удержать испанского игрока. Ну что, забивает Дженнифер Гутьерос. Очередной мяч. И продолжает преимущество сборной Испании расти. Говорилось и о сетке турнира, что, мол, Испанкам много облегчили жизнь в плане выхода в плей-офф. Да и плей-офф. Все-таки выйти на Данию или Германию, наверное, на сегодняшний день лучше, чем выйти на Францию, Россию. Ну, или Голландия, Норвегия, Швеция. Вот уж там собрались команды. Да, как раз четвертая группа, да, выходила на Голландия, Норвегия и Швеция на эту группу. И поэтому тут не сладко, наверное, пришлось бы Испанкам. Ну и вот организаторы в последний момент поменяли сетку. И теперь сходятся первая, вторая группа с третьей и четвертой. Ну, организаторы это мотивировали тем, что лучше логистика, легче добираться, легче организовывать все мероприятия. Ну, и все сделали вид, что поверили в это. Барбоса дальше направо, получает обратно мяч. Барбоса, ну, передержала, как мне показалось, и все-таки сделала передачу на линейного на поднятых руках. Испанки атаковали, но не смогла там Сесарео, получив мяч от Барбосы, забить. Долго она, конечно, там разволачивалась, но и тут Оренхарт здорово. Вот, еще один сейф от бразильского галкитера. Да, 5-2. Бразилия в атаке, плохая скидка в линию. Испанки могут убежать в отрыв, нет, нужно вот с того места. Ну, тактический фолл от Бразилии, останавливают они Барбоса, делают это Рауя. Барбоса. Как-то так ненадежный мяч ходит по рукам игроков сборной Испании. Нет, тут пробежка. Считают гол? Засчитывают. Там подталкивали игрока сборной Бразилии, и она нашагала больше трех шагов. Ну, давайте смотреть. Конечно. Хороший перевод в край. Ну и... Эскибарио... Делает счет в пользу Испании двукратным. 6-4. Быстро бразильянки забили. Делает это Джессика Рибейро. Ну, наверное, одно из слабых мест Сильвии Наварро – это ее рост. Об этом, конечно, много уже говорилось. Ее рост – метр шестьдесят девять. Согласитесь, для вратаря такого уровня, наверное, маловато. Но все-таки не за счет роста Наварро играет. Очень реактивный голкипер. Но самое главное, что и опытный. Но Испанки продолжают. Свои острые атаки. Кармен Мартин радуется, что есть у нее сменщица на краю. Это Эскибарио забило. А сейчас снова Сильвия Наварро. Есть, есть возможность на спинах протаковать. Барбоса. Ой-ой-ой. И здесь 7 метров в 2 минуты. Тут очень жестко прилетело Рибейро в Гутьеррес. Еще и со спины. Да, можно и травму так привести. Смотрим. Сбоку прилетел. Но это равноценно, как и со спины. Не провести Сильвию Наварро. Будьеррес покидает площадку. Ну, в принципе, она может остаться. После выхода врачей. Потому что было удаление. Но, думаю, нужно привести в порядок. Ну, а это уверенно Алисия Фернандес. Забивает очередной мяч. И остается на площадке. И Барбара Аренхард считает, что должна была на этот мяч вытаскивать. Но, видите, ногу сложно было поднять чуть выше. А рукой там не достать. Хотя, наверное, рукой она очень низко играла. Но не получилось забить. Бразильянки атакуют. На площадке Ана Паула Родригес. Девятый номер. Хорошо известный российским любителям гандбола. Поиграла она в Ростов-Донне. А вот она с мячом. Ну, бразильянки, вы видите, что играют с пустыми воротами. И здорово атакуют. Очень уверенно. Выходит на этот бросок Бруно де Паула. Фернандес дальше на Барбосу. Та в край. И Гутьерас попадает в штангу. Быстрая комбинация. Хорошая получилась. Испанок довели до броска. А вот забить не получилось. Бразильянки не спешат. Убивают время удаленного игрока. Вот де Паула. Здорово. Из-под защитника бросала сбоку. Броски эти сбоку, они, конечно, очень сложны для вратаря. Сложно их вылавливать. Это, правда, касается техничных игроков, которые могут с переводом бросить. Ну, и пустые ворота были у Бразилии. Заканчивалось уже время удаленного. И Александрина Кабрал-Барбоса забивает девятый мяч и бежит меняться. Тоже прошла российский чемпионат. Тоже вместе с Анной Паулой Родригес сыграла за Ростов-Дом. Дели в розыгрыше. Анна Паула Родригес сейчас на правом полусреднем. Паула, она с мячом. Ничего себе. С сопротивлением. Хороший бросок. Ну, и так мне показалось, как-то странновато у нее рука в последний момент. Дернулась, и мяч как-то так полетел в обвод Сильвии Наварро. Фернандес сейчас в розыгрыше. Мартина активно разминается, возможно, и появится. Аркас с мячом. Фернандес. Барбоса возвращает мяч Фернандес. Аркас. Задняя линия пока работает у испанок. Смело идет Паула Аркас на бросок. Не сможет переиграть Арнхард. Но подбор остается за Побой Гасамой. 10-6. Четыре мяча преимущества у сборной Испании. Но это пока ничего не значит. Эффективность бросков на одинаковом уровне. Ну, плюс-минус. И Сильвия Наварро. Ну что, вот и маленький рост. И перекинуть не получается. Голкипера, который ниже метра 70. И быстрый переход. Паула Аркас забивает одиннадцатый мяч. Ну и сборная Испании, как мне кажется, может в такой рваный ритм демонстрирует. Такой рваный гандбол играть. Когда надо побежать, увеличить темп. Когда надо немножечко притормозить. Здесь Паулу Родригес немножко уронили. Семь метров назначается. Ну и выходит на семиметровый Костельянос. И она очередной раз не может отразить бросок Бруны Де Паула. 71 километр в час. Ну, такой. В принципе, для вратаря. Берущийся по скорости мяч. Есть девушки, которые ее за сотню могут бросить. Ну, конечно, это не каждый бросок такой. И не все девушки могут так регулярно бросать. Но есть. Гомбалистки с мощным броском. Здесь такой эпизод. Расхлябанность показали нам Испанок. Второе, потери, между прочим. Ну и Испанки берегут мяч. В Бразилии опять раз мяч потеряла. Ну, в принципе, наверное, в пределах погрешности. Хотя некоторые тренеры требуют еще меньше брака. Барбоса. Ну, тут запутала всех. Сама себя, самое главное, запутала. Отдавала передачу в линию. Там Коба сама этот мяч выловить нормально не смогла. И дают Испанке возможность бразильянкам теперь проатаковать. Да, снова Аренхард вступает в игру. Ну, вот Родригес. Анна Паула Родригес. Ну, помним, помним, конечно, я уже говорил по Ростову. К сожалению, получила она уже в конце карьеры ростовской травму. Потом так и не вышла она на те кондиции, которые от нее, наверное, ожидали. Сейчас она играет в Румынии. Ну, румынский чемпионат такой, он своеобразный. Там периодически появляются спонсоры и появляются сразу интересные команды, которые набирают игроков со всего мира. Ну, а потом случается какой-нибудь финансовый кризис или просто спонсоры уходят по различным причинам, и команды расформироваются, и случается большая распродажа. Ну, сейчас в Румынии, конечно, много звезд гонбольных играет. Ну, и бразильянок там тоже не хватает. Ну, что, тайм-аут теперь уже берет Хосе Игнасио Брадос. Ну, что, тайм-аут теперь уже берет Хосе Игнасио Брадос. Ну, что, тайм-аут теперь уже берет Хосе Игнасио Брадос. Ну, что, Анна Паула Родригес показали нам ее в концовке тайм-аута уже бразильского, там, проводник идей Кристиана Силвы. Ну, Родригес, да, достаточно умный игрок, разыгрывающий. Ну, сейчас вот, наверное, вынужденно так играет на месте правого полусреднего. Ну, она умеет ассистировать и умеет забивать. Пробежка там подскользнулась Ирэна Спинола. Ну, и, соответственно, лишних шагов насчитала. Родригес бросала неудобная рука, и Сильвена Акамоя там высказала. Восхитилась броском Анны Пауло Родригесу. Фернандес. Здорово. Несложная комбинация так визуально. Ирина Эспаньола. Перес забивает очередной мяч. 6,5 минут у нас до перерыва. 12,8. Комфортное преимущество сборной Испании. А в матче Дания-Германия. Дания выносит Германию со шутом 11,5 на 27-й минуте. Ну, и пока, пока, вот если брать данный отрезок времени, пока Испания выходит на Германию, Бразилия над Даней. Мы посмотрим, как будут дальше развиваться события. Да, в этом матче преимущество 3 мяча. Ну, а в параллельном матче преимущество 6. Это очень много. Не знаю. Германия бросила играть. Или действительно Дания такая мощная. И действительно прессует Германию по полу. Кармен Мартин. Не совсем на своем месте, но попыталась она бросить. Не очень удобно было. Не забила Кармен Мартин этот мяч, потому что Барбара Арнкадт продолжает здорово играть. Ну, и вот почти 90 километров в час показывает бросок. Вон там Мариан Фернандеш. Да, это она. Ну что, поверила в себя и с той же точки промолотила по воротам сборной Испании. В этот раз не точно. Фернандес. Но и спинолу мяч не прошел. Но 9 метров заработали испанки. Кампос, Фернандес и спинолу. Задняя линия у испанок. Фернандес с мячом. И спинолу. Так, подключается Гутьеррес. Фернандес ее заваливает. И так еще победно вскинула руки. И Мирос Арауя. Мимо ворот. Кампос бросала. Кампос не попала. Четыре минуты еще в первом тайме играть. Так. Анна Родригес становится на привычную свою позицию. Бруна де Паула. Ну тоже она заявлена правым полусредним. Но мы видели, что и на левом играла. Но она праворукая. В центре в принципе может. А это Мариан Фернандеш. Вновь не может обыграть Сильвию Наварро. Острый угол. Да, в ворота сложно будет попасть. Дженнифер Гутьеррес. Ну тут уже где-то в каких-то эпизодах Испания позволяет себе немножко покуражиться. И это не всегда эффективно выглядит. И приносит пользу. Ну вот смотрим эффективность бросков. Она упала у всех. Была за 50%. Сейчас меньше 50%. Но все равно примерно на одном уровне команды попадают в ворота. А здесь Бруно де Паула. Все-таки застала врасплох Сильвию Наварро. Анна Паула Родригес. Ну здесь дыра в обороне. Потому что игрок центра обороны вышел вперед. Ну а второй защитник не успел центрального подстраховать. И там большая дыра в обороне. Чем и воспользовалась Бруно де Паула. Здесь срывается мяч у Испана к броске. А это Сильвия Наварро. Вновь ее маленький рост. Не преграда для сейва. Барбара Арренхард. Ну да. Тут ворота не были пустыми. Не уходила на замену Сильвия Наварро. Она просто вышла в площадку. Ну так. На всякий случай. Страховать какие-нибудь дальние отрывы. Дальние пасы. Чтобы сделать перехват. И вот Барбара Арренхард попыталась перебросить Сильвию Наварро. Не получилось. А здесь. Казалось бы. Не могли бы свистнуть у игрока. Смотрим. Ну. Скорее было движение бразильянки. Кто там? 91 номер. Оливия Вентура. Скорее было. Да. Движение. Игрока. Но мы много видели судейских решений. Когда вот в таком эпизоде свистнули бы в игрока. Выходит. Оруда. Ворота. И отбивает мяч. Посланный Кармен Мартин. Причем так внешне очень легко. Опускает руки. И спокойно мяч останавливает. 12-10 по-прежнему. И в атаке сборная Бразилии. Ну что. До перерыва могут. Ну как. До минимума сократить отставание. А возможно даже и догнать. Нет. Не догонят. Потому что Сильвия Наварро против. Есть еще минута. У бразильянок. Правда останется время и на атаку у сборной Испании. Де Паула. Вера. Вышла. И попыталась протоковать вместо правого у среднего. Не очень получилось. Но время идет. Испанки уже долго в атаке. А руки арбитры не поднимают. Вот. Пошла вверх рука у арбитров. По-моему даже первую передачу не успели еще сделать бразильянки. Вот только сейчас они это делают. Вторая. Нет. Не получилось. Не бросить. Не подобрать мяч. Остается 20 секунд. Испанкам наверное не нужно спешить. Есть еще время. Таймер не остановлен. Время идет. 10 секунд. Ну что, будут атаковать Испанки или нет? 5 секунд остается. Три. Кто-то подскажет Фернандо, что нужно бросать. Нет. Не собираются это делать Испанки. Ну что, первый тайм живой получился. И за счетом 12-10. Испанки пока выигрывают у бразильянок. Ждем второй тайм. У нас перерыв. На чемпионат мира по гандболу. И вот под самую-самую сирену, которая означает, что начался второй тайм матча между Испанией и Бразилией после первых 30 минут. Испанки впереди 12-10. Преимущество их могло быть и больше. Но вот в концовке тайма Испанки откровенно некоторые моменты пижонили. Ну а бразильянки достаточно ровно провели первый тайм. И могли даже догнать до перерыва Испанок. Но в каких-то местах, в каких-то моментах, может быть, и не хватило охраны на крови. Ну что, и Бразилия сокращает до минимума отставания в счете. Ну и по традиции, как и в первом тайме, нас интересует параллельный матч. Где играют будущие соперники по четвертьфиналу этой пары. А именно Германия и Дания играют между собой. Это третья группа. Ну и после первого тайма Дания уверенно выигрывает у Германии с учетом 13-8. И таким образом Дания пока претендует на первое место. Пока так же, как Испания, которую ведет в счете. Но это значит, что первые команды не пересекаются. Посмотрим, как все закончится. Еще играть очень и очень много. Ну и немножко статистики. Эффективность бросков очень низкая. Меньше 45%. Если к середине тайма она была чуть выше 50, у команд разница между соперниками была не очень большая. Сейчас тоже небольшая разница. Но вот эффективность понижается и понижается. Кабрал Бауэрбоса бросает. Хороший бросок. Но попадает он в штанг. По бомбардирам у Испанок больше всего забросила Александрина Кабрал Бауэрбоса. На ее счету три мяча за первый тайм. У бразильянок... У бразильянок это два человека по три мяча. Но забросили Адриана Картоса и Брума де Пауло. Это в первом тайме. Ну что, пошла перестрелка у нас. Забросили бразильянки, сравняли счеты. Тут же собрались испанки и вновь повели в счете. Быстрая атака. Здорово. Играет Силья Ардерес. Девять метров. Ну и к сербским арбитрам, которые судят этот матч, наверное, нареканий не так и много. Каких-то таких спорных явных моментов не было. Ну а на этом чемпионате в целом, конечно, есть претензии к некоторым арбитрам. Но в основном это арбитры из экзотических гандбольных держав. Сильвия Наварро хитрый бросок отражает. Подкрутка и тут же Испания бьет. Бразилию в быстром переходе Кармен Мартин отличается. Ну а Сильвию Наварро Лариса Арауя пыталась вот этим броском обмануть. Не получилось. Потому что Наварро опытнейший боец. Она, конечно, знает многие уловки многих игроков. Ну и тоже немало говорилось о том, что очень много вратарей тщательно изучают манеру бросков соперников. Сильные и слабые стороны. Поэтому, конечно, Сильвия Наварро. Основной арсенал бросков и соперников должна знать. Ну вот, показывает нам эффективность бросков Бруны де Пауэлэ. Сколько мячей она забила. 9 метров. Уже вышла на бросок Солидат Лопес. Свисток раздался, когда он уже был в движении. Потом не могла она остановить. Она с края сместилась в линию. Здесь действует... Сейчас справа по усреднему выбегала Альмудена Родригес. В розыгрыше Сильвии Ардериус. Ну, как брал Барбоса, по-моему, в атаке она не меняется. Ну, естественно, на нее чаще всего идут выходы из защитников Бразилии. Потому что вот так она умеет бросать. Четко, мощно, эффективно. Де Пауэлла смело идет через центр. Но там испанки очень цепко действуют. Кристиано Силва, это главный тренер сборной Бразилии, негодует. Он считает, что на двухминутное удаление испанки наиграли. Сербские арбитры считают, что только на 9 метров никакого удаления, и тем более 7-метрового, назначено не будет. Так, а тут, по-моему, в лицо он был. Удар страдает сейчас. Жуарейро. Там то ли в лицо, то ли... Ну, непонятно как-то, куда попало. Ардериус. И, кстати, у нее второе удаление. А, ну вот и показывает, что в плечо, и потом еще и соскользнула рука. Там, возможно, и вывих, может быть... Очень... Ну, частенько, частенько бывает такое, что вылетает сустав. Может и перелом ключицы, потому что, если она говорит, как будто что-то съехало. Но это не тот момент. Это момент, когда Александрина, как обрал Барбоса, здорово поразила девятку. И там Маринхард была, конечно, бессильна. 15-13. Испания в меньшинстве. Шанс для Бразилии. Ну, посмотрим. Как бразильянки используют этот лишнего игрока. Ближний угол. Кардоса. Да, уводят. Жулия Журейрова. Кардоса забивает мяч. Ну и, похоже, там либо что-то с ключицей, либо все-таки вывих... плеча. Уздоровление, конечно, у Жулия Журейрова. Ну, а сейчас внимание на площадку. Вновь минимальное преимущество. Испанок, да. Было бы весело, если бы мяч все-таки вот так докатился бы до ворот. Ну, что оборотовы испанок были пустые. Но забивают испанки. Вновь у них плюс два. Восемь минут уже практически позади. Ну, упорный матч получается. Не знаю, возможно, и никто соперников все-таки не выбирает. А вот к Германии, наверное, вопросы все-таки возникнут. Там уже счет 19-9. Счет второго тайма 6-1 в пользу сборной Дании. Но, не знаю, Германия не казалась мне настолько беспомощной в тех матчах, в которых я ее видел. В принципе, здорово команда играла. Очень так ровно. Серьезных провалов не припомню. И тут вот так сборной Дании уступают. Не знаю. У меня вопросы не укаменитятся. Ну, потому что вряд ли Дания решила так вот укатать своих соперников, чтобы выйти, не зная, кто же будет на втором месте. Пока на втором месте в этой группе Бразилия. Бразилия. Хотят, плечанки, ну, может быть, на Бразилию выйти. Но, опять же, испанки сейчас неожиданно возьмут и проиграют. И с хозяйками турнира, наверное, сложновато будет в плей-офф играть. При равной игре, нет-нет, да, арбитры все-таки в каких-то эпизодах помогают хозяевам турнира. Хоть это стараются сами арбитры и отрицать, что судят. Стараются судить объективно. Но все равно не зря же появился термин «домашнее судейство». Ардериус вяжет ее бразильянке. Сейчас испанки могут на плюс три уйти. Наверное, покомфортнее станет дышать. Но не получается выйти на бросок Родригес. И в лицо попадает Александриня Каврал-Барбосия. Она забивает. Но вот на радостях, на этих положительных эмоциях не стала она валяться на перофлексе. Сразу же побежала к своим воротам. Вот, да, был контакт такой быстрый, незаметный. Но Барбоса встает, боец. И в меньшинстве, конечно, бразильянки. Удаление там бесспорное. С пустыми воротами. Анна Паула Родригес в розыгрыше. Де Паула. Так, здесь 22 номер. Это Самара Вьера. Самара Вьера из румынского клуба. Вот, числится у нее еще Дюнеря. Здесь в протоколе. Но вот подписала она с Бухарестом. Контракт. Ну, у нас продолжается матч. 18-16. Испанки впереди. Здесь недопонимание. Родригес сделала передачу в край. Мартин. Ну, уже, по-моему, выскакивала на бросок. Но вот мяч она забыла обработать. Да, немножко неудобная передача. Здесь к Мартин вопросов нет. Виноват всегда. Ну, в подобных случаях дающий. Испания 4 потери. Немного. Мы помним, что в какой-то момент в первом тайме было 2 потери. Всего лишь, ну, примерно в середине тайма. Ну, и немного, кстати, потерь у бразильянок тоже. Было 5 в первом тайме. Сейчас 3. Еще добавилось. И Сильвия Навара не сдается. Ну, а Сильвии Навара... Сколько же лет Сильвии Навара? Она очень долго играет. Уже 42 года. И все равно она в порядке. 41% отраженных бросков у Сильвии Навара. Уже не знаю, с какой молодость Сильвия Навара переживает. Вторую, третью, восьмую. А, там нет игрока. Забыла Ордериус, что сместился игрок. Ну, вот научили, что нужно делать передачу. А вот посмотреть она забыла. На инстинкт действовала. Не получилось вновь на плюс 3 уйти в испанок. Бразильянки в атаке. Так, испанки перестроились в обороне. Это чистый 5-1. Или все-таки сейчас по эпизоду действовала Барбоса Навара. Вновь на высоте. Очередной ее сейф. Ну, вот смотрим. Де Пауло. Идет в прорезку. И бросает точно туда, где находится Сильвия Навара. Причем попадает именно в нее. Это же не реакция вратаря. Просто грамотно выбранная позиция. Это тоже опыт. Барбоса. Барбоса вновь с мячом. С Мартинку пытались взаимодействовать. Нельзя было трогать Барбосе мяч. Двойное ведение. И в атаке. Вновь сборная Бразилии. Барбоса со спины атакует Бруно де Пауло. Ну, так. Аккуратно, чтобы 2 минуты не получить. Но все равно атаку она срывает. Ну, и в середине тайма позиционную атаку Бразилии мы видим. Пауло. Игрока нет. Продолжается игра. Сама. Подважно. Сейчас бразильянка. Тамирас. Арауио. А это ответ Испана. Хернандес. Анхоа Эрнандес. Вот она с линии, со своей позиции забивает. Берега говорит Аренхард. Аренхард начала пятиться. Она не реагировала. Бросок. Видите, она дернулась за мячом, который был в 6-метровой зоне. Увидела, что подбор остался за Испанкой и начала пятиться назад. Барбоса. И туда его. 20-17. Красивый эпизод. Барбоса португалка. Давным-давно уже сменила она гражданство. Конечно, выжила этот спортивный карантин. Ну, и играла она в Испании. И, соответственно, ее там и заметили. Ну, теперь она играет уже долго-долго за сборную Испании. Ну, а в параллельном матче увеличивается преимущество сборной Дании. Там уже, наверное, все ясно. Даже пока неинтересно смотреть. Ближе к финальному свистку посмотрим. На кого же все-таки выйдет победитель этой пары. Ну, скорее всего, на сборную Дании. А вот кто это будет? Испанки, бразильянки. Здесь еще команды сражаются. Глупая ошибка. Потеря на ровном месте. Испанки. Все никак не убегут в отрыв. Ну, и напомню, ничья здесь может быть. И ничья это в пользу сборной Испании. Лучшая разница мячей у испанок. Хорошая скидка в линию. И Оливия Вентура здорово разобралась. И переехала она. Навар. Ну, и первый мяч свой забила в этом матче. Так, вход в линию. Лопес. С краю слева у испанок. Это снова самоотверженные действия. Родригес. Ну, пополам и в перекладину. Матиелли берет паузу. Тайм-аут. Тайм-аут берет Кристиан Силва. Да, есть небольшой такой затык в атаке у сборной Бразилии. Нужно немножко взбодрить свою команду. Тайм-аут берет Кристиан Силва. Тайм-аут берет на поло. Тайм-аут берет на поло. Тайм-аут берет на поло. Романтика ихи, конечно, такие шустрые, эмоциональные. Очень быстро говорят. Ну и последняя радость тоже эмоционально там на скамейке реагирует на действия команды. 5-1, точнее 5-1, наверное, так можно расценить. Кармен Мартин приглядывает за Матиелли. Мы посмотрим, действительно, за Матиелли или все-таки просто за игроком центральным. Прижалась Мартин, сейчас она в центре, вот выскакивает на Паулу Родригес. Та бросала сопротивлением, забить не получилось. Руки у арбитров подняты. Родригес может бросить, но так, подбор. А подбор остается за бразильянками. Навара бросок отражает. Анны Паулу Родригес, но вот на подборе уже здорово действовала Ливия Вентура. Там Кристиана Силва попилировал арбитром, что-то пытался доказать какое-то нарушение, считают, но прозевали арбитры. Родригес затручает мяч Фернандес. Барбоса в линию. И без 7-метрового не продавила испанка бразильскую защиту. И не получается сравнять счет уже сборной Бразилии. Там Марин Харт, кстати, ушла из ворот и вышла Георуда. Да, Навара бы не достала этот мяч. Провожала его только взглядом, но он попал в перекладину. Повезло здесь сборной Испании. Бразильянки счет не сравняли. Мартин, вход в линию. Фернандес защитывает этот гол. Еще и 2 минуты прилицетом для кого-то из бразильян. Кто там неправильно атаковал Фернандес. Фернандес пока бежит на скамейку. Ну вот, сопровождала ее Рауя. Та, что линейная, потому что 2 Рауя. Бразилия, Лариса и Томирос. Ну вот, полчок в спине. 2 минуты. Радуис. Не теели. И до края. Не смогла этот мяч вытащить Навара Хороший бросок С краю бразильянки демонстрируют Всятый номер Джессика Рибейро Снова до минимума Отставание в счете Сокращает Между собой команды Я смотрю статистику с третьего года Сколько раз Эта статистика показывает Восемь раз Команды между собой встречались В товарищеских матчей Одна ничья зафиксирована И Бразилия побеждала в товарищеском матче В 2014 году Испания В остальных случаях Испания была всегда Сильнее бразильян Кстати, такой большой перерыв Вот Смотрю статистику В третьем году Встретилась команда На чемпионате мира Первый раз А в следующий раз Только в 2011 году Наварро Пустые ворота У бразильянок Мимо Ворот Бросают Испанки Даш Руку Чуть не Выбила Анхо Эрнандо С Вот этим броском Это не она бросала Нет, она бросала Да Ну, наверное Линейный Самый главный снайпер В команды С дальней дистанции Линейный Не атакует Барбоса Ну Странный пас На ровном месте Сейчас с Барбосой Мяч подвигла бразильянкам Но бразильянки Сказали спасибо И подарок вернули 7 минут еще Играть в этом матче По-прежнему Испания впереди Да, сложный матч Ну, если просто брать Как развиваются События Точнее, цифры Метоблок Меняются Матч сложный Бразильянки не отстают Испанок Но Сколько раз получилось Догнать Один раз в первом тайме Во втором пока Бразильянки Испанок Не Ни разу не догнали Но Испанок Смотрите Под конец матча Стал Мяч Выпадать из рук Словно он и Не липкий вовсе Подняты руки арбитров Испанки Никуда не спешат Ну что Тоже хотят Другого соперника Хотят со сборной Дании Сыграть Что-ли Не, ну я конечно Не за теорией Заговорен Но бывают случаи Когда Команды ищут себе Соперника Наплывок Ну вот и Бразилия Проверила каркас На ворот Здорово Там повреждение Небольшое Солидат Лопес Она убежала В отрыв Она в ближний Угол Мяч Отправила В этот раз Фернандес Не ошибается Вот сближается С вратарем И ударилась Об колено Кстати говоря Но еще Извинилась перед вратарем Это нужно все равно Мужество иметь Все-таки Она влетала Во вратарскую И наверное Действительно Лопес Была Бы Виновата Если бы Не дай бог У вратаря Было бы повреждение Охо-хо Наварро Что творит Этот голкипер Ну а это Элизабет Сесарео Точнее Сесарео Да Ударение там стоит На букве А Сесарео И срочно Срочно Нужно взять Тайм-аут Бразилии Наверное Но С мячом Сборной Испании Поэтому Тайм-аут Не Могут взять Бразильянки Вот Отрывы И по-моему Все отрывы Были как раз Во втором тайме Испанские отрывы Я имею ввиду Кармен Мартин Настойчиво Все входит в линию И пока Ее там Не особо Находят Но она там Все равно Проводит Работу По Расчищению Зон Для Броска игроков Задней линии Четыре минуты Еще играть Барбоса Фернандес Это Эрнандес Зарабатывает Очередной Семьметровый Семьметровый Бразилия Симуляция Симуляция Кто Кто симулировал Да Эрнандес Эрнандес До края До края Достаточно легко Бразильянки Эрнандес Купила Ну все Пять ничей За две с половиной Минуты Победитель Ясин На 90% Параллельно матче Дания По прежнему Много выигрывает В Германии Там счет 29-16 Четыре минуты До конца Вряд ли Германия Сотворит Какое-то чудо Да Поэтому Дания Занимает Первое место В Своей группе Это группа Под номером Три И С большой долей Вероятности Будут Дочанки Играть С бразильянками 26-21 Да Тут Пять ничей Разница Конечно Вряд ли Сможет Бразилия Ее отыграть За полторы минуты Отбирают мяч У испанок Судьи Шесть передач Закончилось Так Сильвия Навара Успела вернуться Но Помешать Рибейро Забить этот мяч Не получается Но Смотрите Кристиану Силову Еще на что-то Надеется Отыграть Четыре мяча За Полторы минуты Оптимистично Конечно Настроен Бразильский Тренер Испанки Уже никуда Не спешат Испанки Занимают Первое место Десять очков У них будет Так же Как и у Датчанок Но И если Крест-накрест Команды Играют То Четвертьфинал Нас ждет Испания Германия Дания Бразилия Неплохие Вывески Ну и что И начинается Самое Самое Интересное Плей-офф Уже совсем скоро Завтра будут Сыграны Последние матчи В оставшихся Группах А именно В группе 1 Где будет Нам Прежде всего Интересный матч Франция Россия Но И в группе Под номером 2 Будут сыграны Тоже Очень важные матчи Потому что Вторая группа Единственная группа Где не определены До конца Участники Четвертьфинала Потому что Там 3 команды Претендуют на выход Нидерланды Норвегия И Швеция Там Есть Несколько Ситуаций При которых Могут Лидеры Не попасть Точнее Один из лидеров Не попасть В четвертьфинал И выйти Шведы Которые находятся Сейчас на грекем месте Ну там Расклады Разные Но об этом Наверное Будут завтра Говорить Когда будут Эти группы Играть А сегодня Мы С вами Наблюдаем Секунд Барбоса Вместе с Сиреной Забивает Победный мяч 27-24 Испания Обыгрывает Бразилию И занимает Единолично Первое место С 10 очками Выходит В четвертьфинал Бразилия На втором месте В 8 очков Бразилия Сыграет С Германией Совсем скоро